Копытные жители Пермского зоопарка спасаются от жары кто как может. Одни охлаждаются на влажном песке, другие отдыхают в тени, максимально сократив всяческую активность. Третьи предпочитают и вовсе не выбираться из укрытия. Для пони в жару работники зоопарка организуют прохладный уличный душ, он же водопой. Им это очень нравится. Единственное, что после такого купания им хочется поваляться в песке. И наши белые лошади становятся уже далеко не белыми. Те животные, которые нуждаются в стрижке, это у нас альпаки. У них очень плохо развит механизм теплорегуляции. И жара для них бывает просто даже губительна. Об этом пишут в литературе. И с наступлением теплого периода мы их обстригаем практически, так скажем, на лысо. Очень чувствительны к жаре у нас и северные олени. В основном это тоже идет полив и всей территории вольера, песка, где она лежит. Но очень важно, что у них есть место, куда они могут уйти. То есть у них есть тень. Там, конечно, температура пониже, и они чувствуют себя получше. И еще у него дополнительно для этого натянут тент. У водосвинок Капибара, свой бассейн, из которого в жаркие дни, они практически не выбираются. Косолапые тоже проводят время поближе к воде. Белые медведи в бассейне постоянно. Он большой, рассчитан на всех троих мишек. Остальным медведям тоже сделали в вольерах бассейны. Правда, несколько скромнее, чем у медведей белых. Купание в основном. И домики, где они могут спрятаться от этой жары. Аппетит у животных в жару снижается, отмечают работники зоопарка. Днем они практически не едят, поэтому своих подопечных сотрудники зоосада стараются накормить утром или ближе к вечеру, когда жара спадет. Питьевой режим у животных тоже меняется. В такие жаркие дни им требуется обильное питье. Те же самые приемы вполне применимы и к домашним животным. Стрижка, обильное питье, тень и купание поможет им справиться с аномальной жарой. Продолжение следует...